итак ладно ребят давайте пойдем дальше привет а это привет всем кто только подошел добро пожаловать и так ладно мы сделали вроде все активности которые были доступны школе там прокачали отношения с персонажами посмотрели много всего интересного пришло время покинуть территорию школы посмотреть что-то по идее нас там ждут сайды и кстати надо бы еще заглянуть старый город и может быть и газету найти если она вообще тут есть так я уже проверил все мероприятия которые есть на школьном фестивале так что у меня все хорошо стоит ли нам вдвоем пойти в город и посмотреть что там с фоспиде конечно погнали так какой-то голос эй старик ты что задумал решил покинуть территорию у школы чтобы отправиться на сладкое свидание это вы понятно скорее всего вы решили пойти проверить фоспиде там да блин вот пришли помешали свиданию да ван сан я с самого утра заметил что вы выглядели немного обеспокоенным сегодня в таком случае позвольте нам тоже присоединиться как члены офиса решения проблем однако а что это за такое сладкое свидание или что там арен сказал мы вам не помешаем то ой да не не все нормально ах ты шублюдок арен ты чё такой говоришь он действительно очень негативно влияет на фейри тян верно может быть стоит ему напомнить что не стоит увлекаться такими разговорами слушайте меня агна спугает вы посмотрите на нее кстати надо на память ой 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 да да я вас понял ну если вы действительно собираетесь поработать то позвольте нам тоже присоединиться эй 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 полегче чё тут целая толпа собралась ты а вы же пришли сюда для того чтобы насладиться фестивалем так что расслабьтесь ну мне все равно думал о том что мне стоит сделать небольшой перерыв а в школе я не могу просто взять и расслабиться не чувствую атмосферу покодящую для того чтобы отдохнуть имеет ввиду рэн а также это наверное последний шанс на тян и помогать свой спиди поэтому пока есть такая возможность я бы с удовольствием еще немного помог вам ну я понимаю что у нас конечно довольно много если мы пойдем прямо всей толпой сложится такое впечатление будто мы решили устроить свой фестиваль где-то в другом месте и кстати как насчет того чтобы ну пойти в кинотеатр посмотреть какой-нибудь фильм там передохнуть тоже немного ой а звучит здорово а давайте потом можно нет а как насчет того чтобы потом отправиться в мерфингарден и поубивать монстров я вижу там находятся некоторые члены церкви еще о слушать а с ними и линки будут интересно кажется у них действительно очень много свободного времени сегодня да раз такое дело ладно можно пойти все вместе давайте на всякий случай в первую очередь мы осмотрим район обер а также старый город и доски с объявлениями и так ну все теперь я могу без каких либо проблем изучать район обер в котором мы сейчас находимся и старый город короче и нам доступно оба кинотеатра через менюшку перемещения то есть мы можем попасть в кинотеатр но не сам район так давайте соберем пати ну вот так нормально кто там еще так здравствуйте у службы поддержки мордук есть для вас новости анализ мерфингарден продвигается и мы обнаружили новый этаж так что проверьте его серьезно да доступен 9 этаж ну ребят с чего начнем да вот тут только кинотеатр доступен и тут тоже старый город полностью так но вообще-то мы начнем с того то пойдем и поговорим с ребеккой и компанией вау невероятно неужели это все сделала действительно кесара это выглядит действительно очень круто это декорация действительно помогает передать всю веселую школьную всю веселую атмосферу школьного фестиваля да как я ожидал все таки сары я не ожидал что она в итоге окажется действительно прямо настолько хороша в граффити искусстве ну что ж теперь когда она благополучно смогла поступить в армис я с нетерпением жду увидеть как она будет развиваться в будущем папа перестань говорить так как будто это ты помог кесаритян с вступительными экзаменами ты папа как всегда где-то бродил и ты даже денек не пришел чтобы помочь ей подготовиться к вступительным экзаменам действительно а я вот практически каждый день с ней занималась ой ну простите простите кстати говоря кесара сегодня будет тут приветствовать посетителей и вести их по всяким разным местам верно ну в таком случае она скорее всего где-то снаружи школы отлично тогда давайте не спеша пойдемте осмотримся и заодно ее тоже найдем прикольно крис сказал что я должна сегодня пойти на школьный фестиваль искусства мне действительно было очень любопытно посмотреть на этот фестиваль так что в итоге я оставила его оставила крис одного за главного магазине я действительно очень нервничаю из-за такого большого количества людей тут но я должна сегодня повеселиться и ради криса тоже о слушайте а тут это памфлеты которые мы пропустили можно купить вот например шейд мы не смотрели кстати этот фильм шейд мы в первой части смотрели я его помню а тут мы его пропустили о отлично а блин а денег больше нету а вот сейчас будет так тут подарки пропущенные отлично тоже берем что-то еще у него есть а новые кварцы открылись и все же сколько бы раз я на это не смотрел все равно меня действительно очень впечатляют эти враты я кстати взял с собой фотоаппарат так что я сделал несколько фотографий покажи их потом крису о ванны все остальные вы тоже тут ну это конечно сделано не так же хорошо как то графики в нашей общественной бане но ее мастерство и то как сделали эти врата действительно впечатляет ну что ж стоит пойти и посмотреть как выглядит украшение в самой школе ну нормально я бы сказал нормально а тут брейсера короче ребят как вы поняли мы сейчас будем общаться с полгорода как бы мы не будем тыкать прямо всех нпс дальше это уже не школа как минимум интересных личностей если вам конечно интересно если нет пишите я забью и пойду дальше по сюжету но я бы хотел бы потыкать так ну что ж у всех есть выпивка в стаканах да в бокалах тогда у меня тут тост давайте же выпьем за повышение Грея до полноценного брейсера бухай о серьезно ой большое спасибо ребята ну я понимаю что на самом деле мне еще расти и расти я еще не достоин этого уровня но я сделаю все возможное чтобы соответствует эээ всем ожиданиям перчатки поддержки хорошо сказано хорошо сказано ну вообще то получить повышение до полноценного брейсера всего лишь через 7-8 месяцев это на самом деле действительно впечатляет не то что каждый может сделать может быть мне стоит действительно взять пример с Грея и начать все сначала ммм алвисан неужели ты говоришь о том самом ну ну несмотря на то что я помню всего лишь расплывчато это точнее не я а мы помним всего лишь расплывчато те события которые произошли ранее но дзин сказал что это действительно произошло в каком то смысле а это про собственно то что было в 3 главе даже если это так алвис ты же не виноват и кроме того я думаю что это немного неправильно винить себя учитывая что это на самом деле как бы и как бы сказать не произошло в этой реальности ну не знаю просто я уверен что все это случилось из-за того что я не был достаточно хорошо подготовлен с самого начала я действительно не достоин быть брейсером б ранга у меня действительно есть слабое место которым можно воспользоваться но это не значит что ты должен вернуться к самостоятельной тренировке на время у меня будут вообще то проблемы если тебя тут не будет я не имела в виду ничего такого странного а регина ты о чем это сейчас а блин как же это печально алвис реально не понимает ее чувства регина сэмпай примите мои соболезнования эй эй полегче не нужно смотреть на меня такими глазами мне было интересно узнать что тут происходит у брейсеров однако да вижу тут ээээ весна в полном разгаре у кого-то у у и у и на полагаю у регины в итоге никакая награда не будет Ладно, давайте оставим ее в покое Да, действительно Ну, ребят, мы же все знаем, что Алвесу нравится Элэйн Но, сами понимаете Элэйн уже занятая Ей нравится Ван А Алвес нравится Регине А он этого не замечает Ну, короче, типичная классика Так Купим меду, которую до этого не брали нигде Здрасте Так Ну, здравствуйте Значит, мне не показалось, что я увидел Сестру И священника издалека Ну, значит, это вы тут, ребят, стоите Да, у нас тут небольшие дела Как раз в столице были И, кстати Сегодня так многолюдно Это все из-за этого школьного фестиваля Даже вот за пределами школы Тут действительно довольно многолюдно Прямо чувствуется невероятный масштаб Но, в конце концов, школьный фестиваль искусства Армис Является очень известным и значимым событием в столице И Иван сам, кстати, выступал в роли консультанта По всяким мероприятиям А также Помогал с подготовкой особого представления И А вот это удивительно Не, ну я знаю, что ты вроде учился в Армисе какое-то время Вопреки своему имени Сприган Ты, похоже, действительно для разнообразия решил заняться полезным делом Слушай, отстань от меня На самом деле Просто есть некоторые моменты, которые меня беспокоят А в чем дело? Как бы то ни было, мне действительно интересно На что пошли старания Младшего брата по боевым искусствам Так что, наверное, я все-таки загляну На школьный фестиваль И посмотрю, что ты там натворил Эх, я так и думал, что ты это скажешь А, да, кстати На всякий случай мы вам тут кое-что расскажем Неизвестно по какой причине Но сейчас в столице Есть Несколько членов Искариоты Возможно, они просто снова охотятся За каким-нибудь аретиком Также не стоит забывать о том письме Который нам отправил Наставник Бергард Так что, учитывая все это Мы хотим немного следить за их передвижениями Пока они в столице Окей, я понял Спасибо за информацию А вот это беспокоит Ну, я действительно рада Увидеть, что Ученики Бергарды Намного ближе друг с другом Чем раньше Они тоже на фестиваль пришли Возможно А возможно и нет Ну, узнаем Да, кстати Несмотря на то, что у нас есть работа Если понадобится помощь в Мерхенгарден Скажите только Просто это место Нас тоже интересует И у нас есть свои опасения Насчет него Окей Саду мы сможем их взять Это радует Ну, у нас еще работа Но я не против Найти немного времени Чтобы поднять себе настроение На фестивале Конечно Я, наверное, не очень буду Вписываться В Школьный фестиваль Престижные школы Но, учитывая, что Ты связан с этой школой Я все-таки пойду проверю Окей О! Джордана О боже Янг бой Янг герл Стачи То есть Многие мальчики Молодые И девочки Которые усердно работают И делают все возможное На школьном фестивале Это событие Я в каждом году С нетерпением жду Ни на одном Другом мероприятии Ты не можешь почувствовать Перевести Весь бит Который находится В молодых людях Боже Напомню, ребят Он использует В перемешку Англицизмы Очень много Отвозить Братанов На школьный фестиваль Это вообще Самая интересная Часть работы Для меня Я забочусь О ваших чувствах Бэйби Ладно Им сложно Как всегда Так Ну все Погнали В старый город О, слушайте Тут у нас есть Два Синих маркера Какие-то винтики О! Ничего себе Тут люди Тусят Я думал Блин В старом городе Сейчас вообще Никого не будет Практически Кроме Виктора И Бабулигин Так Ого А вот это уже Редкое зрелище Ну Давненько Если честно Мы не обедали Вот так вместе Ну Это больше Похоже На встречу Для того Чтобы Пересмотреть То что Случилось На днях А Вы имеете Ввиду Тот Государственный Переворот Который На самом деле Уже Его не было Ну Как бы то Не было Мало Кто Помнит Об этом Так что Вам беспокоиться Не нужно Увы Но Мы не можем Так сделать Мы не только Должны Сделать Все возможное Чтобы Такое Никогда Не произошло Как Люди Которые Работают В таких Важных Организациях Ну А также Мы Должны Действительно Задуматься О многом Как Личности Опять Опять же Я действительно Большому Долгу Перед Президентом И Будет Очень Трудно Вернуть Ему Долг Так что Придется Потрудиться В моем Случа Это Означает Что Мне Просто Не хватает Еще Опыта Сейчас Я думаю О том Что Причина По которой Я постоянно Отказываюсь От Рекомендации Стать С рангом Заключается Вероятно В том Что Я был Недостаточно Решительным Или Я являюсь Достаточно Решительным До сих Пор Я использовал Свою Неполноценность Как предлог Для того Чтобы Отвести Глаза От долга Который Мне придется Нести Жалко Конечно Или печально Именно 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 Вот Эта Слабость Была Использована Гарден Мастером Для того Чтобы Манипулировать Мною Мне нужно Действительно Посмотреть На себя С другой С другой Стороны С другого Угла Перевоспитать Немного Себя Прежде чем Я смогу По-настоящему Уладить Наши споры С Ултером Зинсан Ну Я сомневаюсь Что В такой Ситуации Можно Что-то Сделать Но Зная Вас А вы Не из Тех Кто Будут Удовлетворены Таким Исходом В таком случае Я сделаю все возможное Чтобы Выжить из вас Все что только можно Учитывая что вы решили Переосмыслить себя Пересмотреть себя И буду полагаться На вас И в дальнейшем Кинкейт Кун Вы уверены Что никаких проблем Нету С приготовлениями Все эти инциденты Произошедшего В прошлом месяце Мы сделали Все приготовления Как следует Каком это они сейчас говорят Может вообще Лучше не стоит Лезть в этот разговор Почему не стоит Лезть Лезь Лезь Ну наверное Это про Безопасность Вокруг Района Обер И школа Так Дин говорит О Что Кстати говоря Я только что Получил сообщение Из Имперского Отдела Гилдии Похоже Что к вечеру Она Будет Тут Ребят Как вы думаете Кто Ладно Да Прошло уже Несколько месяцев С тех пор Как мы не виделись Так что Жду с нетерпением Понятно Это фии Кто там говорил Что фии нет В этой игре Ну Возможно Нам ее уже Не покажут Потому что К вечеру Все закончится Но тем не менее Она возвращается Прикольно О Гермес Бермотти И Изабелла Не ну ладно Клево О Бабуля Ты тут Или почему Ты тут Скорее Это вопрос Да Уже прошла Наверное Целая вечность С тех пор Как я Ела здесь Последний Последний раз Ну Кстати Я слышал о том Что ты Часто Появляешься Тут Последнее Время Тебе действительно Очень повезло Что ты можешь Есть такую Вкусную еду Каждый день Да нет Даже если Так говоришь Итак Виктор Ты подумал О том Что я говорила Ну Для меня Действительно Большая честь Что вы хотите По сути Купить мои навыки Доминикс Но Так Что 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 Здесь происходит О чем вы говорите Интересно Не лезть В чужие разговоры Но Дело в том Что Один ресторан Высокой кухне Что подлежит Моему другу Пригласил Виктора На должность Шеф-повара Там И Меня попросили Помочь Убедить Виктора Пойти туда И Разве Это не здорово Наверняка Там тебе Будут платить Очень много Но Это не значит Что я могу Просто оставить Вот этот Ресторанчик Тут еще есть Как бы Пулет И Юме Ну Без вас Конечно В этом Ресторанчике Будет Одиноко Вас будет Не хватать Блин Блин На кону Тут Будет Стоять Моя Диета Вообще Ресторанчике Я знал Что Нечто Подобное Вы Скажете Поэтому Вот Мое Предложение Как Как Насчет Того Чтобы Раз В месяц Проводить Кулинарные Уроки В этом Ресторане В качестве Внешнего Консультанта Ну И Время От Времени Вы Будете Помогать Шеф Повару То Что Скажете Ну Это Как Бы Ладно Все Договорились Было Было Довольно Печально Если Бы Так Мало Людей Знали О Ваших Навыках Как Сейчас Ничего Себе Эта Проблема Так Быстро Разрешилась Да Полагаю Легендарная Полагаю Меньше И не стоило Ожидать От Такой Легендарной Личности Она Мастер Своего Дела Да Уж Действительно Вот бы Джуди Такая Ж Была Я не Хочу Чтобы Это Заведение Исчезло В конце концов Это Довольно Известный Ресторан Среди Знающих Людей Я Слышал Что Президент Рок Смит И Лев Тоже Очень Любят Это Место Стоп Вы Что Знакомы С бывшим Президентом И Моим Наставником Несмотря На то Что Мы Семья Похоже Ты Очень Много Людей Знаешь Про Которых Я Не Знаю Ничего Да Она Конечно Хороша Итак Значит Этот Ублюдок Метеор Сейчас Полет Да Вы Все Еще Не Можете Забыть О Чемпионе Ну Он Выиграл Чемпионат З1 Четыре Раза Подряд И Похоже Что Он Действительно Очень Усердно Работает Именно Поэтому Я Пошел На Максимальное Количество Компромиссов Если он Заставит Полет Или Юмех Хотя бы Слезинку Пустить Я Я Превращу Его В Падающую Звезду На Небе С Другим Значением Ладно Ну Если Такое Действительно Произойдет Будьте Уверены Что Я Буду Сотрудничать По Полной Кстати Юмитян Вроде Хорошо Ладит С Другими Детьми Верно На Фестивале Имеется Ввиду Понятно Ну Там Еще Много Взрослых И Так Что Не Стоит Беспокоиться Все В порядке Будет Ну Ребят Виктор Как Всегда Прекрасен О Ван Ребята Я Я слышал Что Школьный Фестиваль В этом Году Пользуется Действительно Большим Успехом Ого А вот Это Необычная Группа Людей Я И не Знал Что Вы Все Связаны Ну Концентрат Женские Секретики Наверное Так Гермес Сейчас Говорит Если Что Я Бо Сказала Что Мы Собутыльники Которые Помогают Друг Другу За Кулисами Так Изабелла Сейчас Говорит Кстати Говоря Ребята Вы Случаем Не Участвовали В Каких Нибудь Инцидентах Которые Могли Бы Привести К Травмам К Сожалению Охотники За Дезайр Пошли На Нет И Никаких Серьезных Движений В Подпольном Мире Сейчас Не Происходят Ну Из-за Этого Количество Пациентов Резко Сократилось Мой Бизнес Страдает Ну Мир Это же Хорошо Нет Ну Для Кого Как Ну Я Как Информатор Довольно Спокоен В Это Время Годы Потому Что Особой Информации Нет Хотя Стоп Что Насчет Тебя Гермес Тян Ты Наверное Опять Будешь Очень Сильно Занята Отныне Опа Да Очень Скоро У меня Намечается Очень Масштабная Большая Работа Которая Которая В общем Важна Для Меня Так Ребята Это у нас Видно Намеки На следующую Часть Окей Окей Я потратил Очень много Времени На подготовку Но Думаю Думаю Наконец-то Я Готов Приступить Ну и Ну Я чувствую Запах Какой-то Очень Интересной Информации Связанной Связанная С твоими Особыми Обстоятельствами Этой Этой Работой А мне Тоже Интересно Как Насчет Того Чтобы Рассказать Ну Даже Не знаю А Как Насчет Того Чтобы Устроить Соревнование По Бухлу Если Вы Сможете Меня Победить То Я Подумаю О том Чтобы Поделиться С вами Этой Информацией Ой Да ладно Не говори Ты так Кстати Говорят Если Так Подумать Вроде До сих Пор Никто Из Нас Не Напивался До Предела Поэтому Давайте Попробуем Вызов Принят Похоже Что Они Все Начинает Становиться Странно Захватывающим Но У меня Такое Чувство Что Она То есть Гермес В итоге Ничего Им Не Расскажет Какая-то Важная Работа Для Нее Интересно Что же Это Не Стоп Действительно Очень Интересно Что же Это Может Быть О Ладно Не Буду Лезть Пока Что Там Какая-то Важная Для нее Работа Или Это Еще Кстати Можно Перевести Как Какая-то Работа Связана С Ее Основной Деятельностью Она Будто Занимается Еще Чем-то Помимо Курьерства Ладно Блин Вот Умениться Создавать Интригу Хорошо Что Следующая Игра Выйдет В сентябре Через Полгода А Кстати Несмотря На то Что Мы тут Весело Пьем Я Собираюсь Обязательно Прийти В армию Позже И Посмотреть На Выступление Ну Вы Ребята Действительно Эксцентричны Не так ли Ну А Что Касается Меня Ну Я Послушаю Гермес И Бермоти Позже Когда Они Будут Рассказывать Мне Про То Что Будет Происходить У вас Там На Сцене То 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 Лично Не Придет Может Ну А как Будто Не Было Аркрайт Бриганы Мы Будем Болеть За Вас Ну Да Так Посмотрим Что Тут У Бабули О Вы Ребят А разве Вы не Ушли Фестиваль Искусства В армисе Происходит Только раз В году Так что Обязательно Насладитесь Сегодня Сегодня Эти днем Фестиваль Армис Гейзенборг Был Конечно Довольно Эксцентричным И Озарливым Парнем Но Он Действительно Был Хорошим Другом Шены Шены Он Говорил Что Образование Молодежи Имеет Большое Значение Для Подлинного Для подлинного Успеха Демократической Революции Свои Последние Годы Жизни Бабуля Мы Можем Пойти А Ой Не Обращайте Внимания На слова Старухи Цыпляки Мне даже Половину Не рассказалось Того Что Хотела Кстати Хотел спросить А вы Фильмы Смотрите Что Это На вас Внезапно Нашло Ну Может я так Сейчас не выгляжу Но В прошлом Когда только Начали появляться Фильмы Я часто Ходил их Смотреть Однако В последнее Время Очень редко Их смотрю Неужели Вы хотите Получить Какие-нибудь Рекомендации По фильмам Да Мне не Интересно Ваше Мнение Насчет Фильмов О Меня Интересуют Только Памфлеты Которые Можно Купить После Просмотра Надеюсь Вы сможете Их Достать Если Они у вас Есть То Этих Нет Кому Собой Не Забесплатно Памфлеты Ну Нет Они Не сильно Нужны На самом Деле Ну Если Это Мотивация Чтобы Пойти Посмотреть Фильмы Купить Памфлет То Я Не Вижу Причину Почему Не Стоит Идти Ну Мы Уже Пошли Ну Я Не Говорю Чтобы Вы Прямо Сломя Голову Бросались И Собирали Их Просто По пути Если Будет Возможность Ребят На что Мы Обменивали Книги В Прошлых Играх Серии Правильно На Зимурскую Руду Скорее Ну Так Что У Вас Есть Эти Памфлеты Вы Можете Мне Их Дать Отдать 9 Штук Вот Вы Довольны Эрастов Сейчас Посмотрим Но Учитывая Что Я Только Что Отдал Да Мы Смотрели Все Фильмы Просто Эти Памфлеты Можно Купить Один Раз После Просмотра Фильма Их Всего Девять Походу Так Мы Дали Бабуле Девять Памфлетов Похоже Все Эти Фильмы Действительно Очень Неплохие Связанные С этими Памфлетами Мне Даже Будет Трудно Выбрать Какой Первый Посмотреть Но В любом Случай Мне Стоит Вас Поблагодарить Вот Возьмите А Мы Получили Эту Черную Сталь О О Это Я видел Это Довольно Ценный Материал Черная Сталь Ее Можно Использовать Для того Чтобы Создавать Очень Мощное Оружие Я Я Кстати Научился Обрабатывать Эту Сталь У Жескара Так что Только Скажите Мне Я Смогу Помочь Изготовить Оружие Спасибо Бабуля Ну Как По Мне Это Просто Какие Обычные Камни Я Действительно Очень Рад Что Смогла Наконец То Избавиться От них Бабуля Откуда Ты Взяла Можно Побольше Так Отлично Теперь Можно Изготовить Оружие Используя Черную Сталь В Мастерских Понятно Ну Что Клево О Ребят Газета Шестой Выпуск О И Трофей Короче В Записной Книжке То есть В блокноте Собрать Все Что Связано С Книгами Памфлетами И так Далее Короче Мы Собрали Все Памфлеты Все Книги То есть Все Газеты Так Что Эрастов Нет Все Мы Смотрели Все Фильм Получается Ну Кроме Шейда Который Мы Смотрели Только В первой Часть Во Второй Мы Не Смотрели Памфлет Купили У Филинкова Так Что Да Новый Фильм Не Не Будет Все То 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 Фильм Который Снимали Совместно Рама И Гочи Нам Не Покажут Походу Кстати Тут Еще Что То Есть У Не О Кстати Говоря Похоже В Мон Марте Какие То Особые Гости Я Кстати Давненько Не Видела Этого Человека Может Мне Тоже Сто Зайти И Поприветствовать Ее Так О Слушайте У Натали Что То Есть Бабуля Натали Цветы Гвоздики Уже Распустились И Снова Наступила Весна Весна Кстати Говоря Это Была Именно Я Тем Самым Человеком Что Посадила Гвоздики По Всему Городу По Всей Столице Когда Я Была Еще Молодой Мне Посадило Около Трех Тысяч Ребят Ну Она Опять Выдумают Как Всегда Тогда Было Такое Чувство Что Я Переборщила Но Сейчас В итоге Это Стало Символом Edit Так Ребята Есть Еще Кто Небудь Кроме Я Растовой Грязи Или Только Они Остались В чате А Еще Не Верю С Ладно Да Это Бабуля Говорит Только Ложь Хотя Она Кажется Вполне Спокойной И Мирной О Кстати Говоря Однажды Когда Я Сажала Дерево Я Случайно Закопала Ключ Который Был У меня С собой Тогда Это Был Запасной Ключ От Служебного Входа В старом Городе Вот Не могу Вспомнить Где Это Именно Случилось Чтобы Его Найти О Это Довольно Интересно Звучит Да Действительно Возможно Этот Ключ Действительно Можно Где-то Найти Ага Ну Вот Нам Уже Указывает Ну Блин Можно Было Не Указывать Но Кстати Вот Дерево А Нет Не Здесь Так Ня Су Ня Он Ня Это У нас Горо Горо Ня Го Ну Ребят Я думаю Все Понятно Похоже Похоже Что Эти Кошечки Отдыхают Тут Вместе Не Так Ли Да Я Я Я Знаю Деталей Но Похоже Между Ними Много Случилось За Последнее Время Ну Кстати Да Вы Обратили Внимание У этих Кошек Кошек Реально С самого Начала Игры Тут Своя История За Которой Мы Наблюдаем С Вот Этим Котенком Которым Они Все Присматривают Заботятся Вот Это Ребят Проработка Так Вернемся К Тексту Давайте Оставим Их В покое Кажется Они Действительно В хорошем Настроении Да Незваные Гости В лице Людей Должны Лучше Уйти И не Приспокоить Их Так Горо Горо Ниа Го Так Это Эт Воль Ниа Он Ня Хорошо Мы не будем Вас Беспокоить Не волнуйтесь Так Мяу Мя Муня Мяу 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 Вы посмотрите На этого котенка Такое чувство Будет У него Что-то Что-то Во рту Стоп Это же Так Мы получили Ржавый ключ Да ну Неужели тот самый ключ О который Говорила Старушка Ну Стоит попробовать Пользуйтесь Чтобы узнать О Кстати Бабуль Ты же тут Еще Эх Весна Напоминает Мне Об этом О том Как я Посадила Гвоздики По всей Столице Кстати Говорит Я закопала Ключ Который Был Со мною И не могу Его снова Найти Серьезно Ребят Это место Было и в первой Части И мы Только во второй Части Наконец-то Доберемся Туда Что-то Я вспомнил Крышу В старом Городе В Кроссбелле Кстати Говоря Ранее Мы нашли Ключ Попробуйте Его Использовать Здесь Так Ванн Вставляет Ржавый Ключ В замочную Скважина О Открылась Что Что Серьезно Как такое Возможно Я слышал Что Тот Котенок На Некоторое Время Потерялся Его Не могли Найти Может Именно Тогда Он И Нашел Этот Ключ Да Похоже На Эту Не Насчет Этой Бабули Похоже Все Так В Некоторых Ее Словах Есть Правда Так Да Похоже На Та Стоп Ребят А может Быть Все Так Та Бабуля Не Выдумывает Она Нас Предупреждает О Неминуемой Жопе Который Наступит В Следующих Играх О Сокровище Слушайте Ну невозможно Не вспомнить Профессора Из Ская Если Сейчас Бабуля Окажется Что-то В этом Духе О Блин Это Будет Конечно Жесть Сейчас Кажется Финальным Боссом Так Хорошее Начало Ай-ей Успел Чтобы Стоять Раз Бабуля переодетая Грандмастер. Кстати. Она просто действительно замаскировалась под бабулей. И тут наблюдает за всем. Отлично. Блин, разбить это нельзя. Так, и все. Тут больше ничего нет. Короче. Няу и няу. Так, рецептик. Похоже, что Эдди отправился на фестиваль искусства в Армисе вместе с Базелли. Надеюсь, он правильно ее сопровождает. А то он бывает довольно легкомысленным и небрежным. Я беспокоюсь. Да уж. Ну, ладно. Это не то дело, в которое стоит вмешиваться родителям. Все-таки Базелли очень способная девушка. Она справится с ним. Так что я доверюсь им. Ну, короче, да. Мама рада. Кстати. Я была действительно очень удивлена, когда услышала, что цара поступила в Армис. Я слышала, что Куртис и она будут одноклассницами. И кажется, что они начнут ходить в школу с... А, и кажется, что они начали ходить в школу с прошлой недели. У меня пока что не сложилось ощущение, что они хорошо ладят. Но, надеюсь, я не буду хотя бы хорошо учиться. и Катюша. Добро пожаловать. Сегодня утром здесь были два необычных человека. Рэймонд-сан и Роль-сан. И похоже, что давно они в последний раз вот так гуляли вместе. Они сказали, что собираются отправиться на школьный фестиваль Армис и рассматривали цветы. Пожелось впечатление, что они действительно через многое прошли и продвинулись далеко вперед в жизни. Но это радует. Так, кто еще есть? А, кстати, там надо казиночки проверить еще. А, вон там в церкви кто-то есть. Утреннее место закончилось благополучно. Так что, полагаю, полагаю, сегодня после долгого перерыва я снова займусь тем, что обучу тебя искусству создания лекарств. Ой, правда? Наконец-то пришло время для среднего уровня готовки лекарств или как-то так. Ну, прежде чем перейдем к среднему уровню, давай еще раз пройдемся по-начинающему и начнем с того, что ты будешь создавать лекарства Тия. Да, я постараюсь изо всех сил. В последнее время мне уже как минимум два раза удавалось удавалось преуспеть. А, значит, твой процент успеха растет. Ну и ладно, пока же на что ты способна. Я каждый день понемногу тренировалась, я покажу этому отцу все, на что я способна. Я постараюсь. ну что ж, сегодня я буду смотреть, нет, сегодня я посмотрю, как сильно выросла сестра Миля за последнее время. Все в порядке, она очень трудолюбива, так что я уверен, что однажды она станет хорошим лекарем. Однажды, да. О, Крис. Прошла неделя с тех пор, как Кесара начала посещать Армис. И я действительно глубоко тронут этими событиями. Несмотря на то, что ее приняли приняли несмотря на то, что она да, несмотря на то, что ее приняли не за ее академических способностях, а из-за ее таланты, я действительно до последней минуты не мог поверить, что это случится. Несмотря на то, что она каждый день жалуется, как ей нравится, и так далее, видно, что на самом деле ей нравится школа. и и и кстати, моя сестра прямо вдохновилась ею и сама начала набираться смелости выходить из дома наконец-то. Это меня действительно тоже очень радует и я благодарен Кесаре за то, что она дала нам такую возможность. Сегодня мой отец и сестра отправились на фестиваль по Армис. Я слышал, что Кесара отвечала за дизайн ворот. И она с нетерпением а нет, и они, то есть отец и Ребекка с нетерпением ждали возможности увидеть эти врата. Но мне тоже было бы интересно посмотреть. Поэтому я хотел бы поэтому я хотел бы, чтобы завтра кто-то вместо меня тут работал, а я сам пойду и посмотрю на произведение Кесара. Так, ребят, мы можем скрафтить одно мощное оружие. Для кого? Ну, я думаю, очевидно, что для Вана. В первую очередь. Ну, и как бы все. Для остальных нетруды. Надеюсь, она выпадет потом еще. Так, у него что-то есть. что-то еще у него есть. А, точно забыл обмен. Так, ну что, все? погнали в баньку и потом газету почитаем. Ну, и, ребят, как вы видите, квесты уже оставим на завтра. Вот, сегодня прямо много интересного тут. О, рыбаки. Так, Кайл. Говорит Шанон сейчас, правда. Ой, это так освежает, говорит Макина. да. Нет ничего лучшего джелата, то есть мороженого, после хорошей баньки. Так, девочки, вы что, забыли, зачем мы сюда пришли вообще? конечно нет, но наслаждаться радостями жизнями, жизни, тоже важно. Да, да, верно. Просто братья, Кайл, ты такой торопливый. если ты не будешь расслабляться, то ничего не поймаешь никогда. Да, действительно, в этом есть доля правды. О, тут, походу, происходит какая-то встреча членов рыболовного клуба. похоже, какие-то планы, что ли. Так что, просто будь терпелив и жди, братик Кайл. Да, да. Ну, что ж, тогда я возьму еще одну джелату, то есть мороженое. А, все? Все. Вот. А это мама Ани. Тесару Тян действительно приняли в Армис. Моя Аня тоже с большим удовольствием всегда рассказывают про нее. И сегодня вместе с Ребекой Тян из мастерской они решили отправиться вместе на фестиваль, чтобы ее поддержать. Ну, эта девочка действительно имеет хорошие мозги. Но она не хочет ничего особого пока что делать. Не хотел особо ничего пока что делать вот до этого момента. нужно сказать наверное спасибо Кесаре Тян за это. Ну, типа, имеется ввиду, что она ходила на фестивале и вот и так далее и развлекалась именно не выходила за пределами этого места особо. А, стоп, я хотел же искупаться. Итсм китик и а где остальные девочки это очень холодно. довольно Это очень тепло. О, это весна. Это Думаю, я , это безусловно. не в в в в в в в в Серьезно? Ребят, трофеи за то, что в первой, второй, третьей главе и финальном акте Мы сходили в сауну в столице Плюс мы также сходили в сауну в Мизельдаме и Лангпорте Да уж То есть, если бы мы не искупались где-нибудь хотя бы разочек То трофеи бы просрали Ответительные трофеи Так, слушайте, надо почитать газету и надо в кино пойти смотреть что-то Так, давайте сначала пойдем Юда О, воу-воу-воу-воу Ребят, похоже тут у кого-то свидание А, вы, ребята? О, какое совпадение Ресет и все остальные Мы только что как раз закончили смотреть фильм тут вместе А вот оно как А, стоп, подождите Инструктор и Мирабелли Вы что, вдвоем ходили? Да Мы давно сделали такое обещание Не учитывая, что у нас обоих как раз появилось немного времени Мы решили это сделать сегодня Да, в последнее время было столько работы из Меркенгарта После того, что случилось три недели назад Касим Спешил как можно быстрее разобраться с кризисом И сейчас, когда наконец-то все улеглось Мы смогли выполнить обещания, которые дали друг другу И посмотреть фильм вместе Прежде чем отправиться на школьный фестиваль Понятно, но вы оба хорошо постарались Будем ждать вас Буду ждать тебя на школьном фестивале, братик И вас тоже, Мирабель-сан Да? Ну, я с нетерпением жду возможности насладиться Как следует и школьным фестивалем После кинотеатра Так что, до встречи Да, будем ждать Как бы-то сказать, неужели эти двое Ну, кто знает, что на самом деле между ними происходит Ну что ж, похоже, что даже самый сильный Похоже, что даже один из самых сильнейших ребят Любит проводить время с девочками Ну, ладно Думаю, не стоит лезть в их дело Ну, короче, ребят, вы поняли, да Тут все нормально Ну, если так подумать, ребят Ну, они действительно хорошо подходят друг к другу Фильм действительно был очень интересный Но я с нетерпением жду школьного фестиваля Не знаю, что Мы все заняты Но надеюсь, что на школьном фестивале Мы сможем еще встретиться Я тоже Это выглядит так, будто Хочешь что-то сказать И у меня уже есть Мысли Что именно ты хочешь сказать И, кстати говоря Оставляя эту схему в сторону Я слышал от Мирабель Насчет Мерфенгартен Я, конечно, не занимаюсь Этой проблемой Но с нетерпением жду увидеть Результаты вашей работы Ну, ребят Тут все фильмы, которые, да, мы смотрели Приключения Рокфорд Золотое детствие Три поинт хит Ходни про 100 дневную войну И Огненная акула Так что, да, тут нечего смотреть Посмотрим в другом кинотеатре Ну, учитывая, что мы отдали памфлеты И получили трофеи За сбор всех книг Книг Ну, материалов, которые можно читать Новых фильмов не будет, увы О Слушайте, так вот где они тусят Опа Олет и чемпион Ну, кстати, да, я слышал, что эти двое Сегодня как раз-таки собирались Вроде в кинотеатр Да, это было довольно интересно И весело А ты что думаешь, Полет? Я сомневаюсь, конечно, что такой жанр тебе нравится Согласен И я думаю, что Юмея тоже будет слишком рано Смотреть эту Равену Ну, это было довольно свежо и интересно Спасибо, что пригласил меня сегодня Если тебе понравилось То это самое главное Я рад Кстати, может в следующий раз Мы возьмем с собой Юмея И пойдем на какой-нибудь детский фильм Я уверен, что она будет в восторге Кстати, в последнее время Она, кажется Полюбила тебя Ой, это большая честь О, Олет Кстати, ты не думаешь, что уже пришло время Рассказать девочке Правда Ну, вообще-то я тоже об этом думала Опа Ребята, вот это уже интересно Ну, Юмея же еще не знают, что Настоящий отец ее это, Максим Я думаю, что Учитывая, каким ты человеком Стал за последнее время Можно рассказать Юмея Правда Олет Но я не думаю, что это вопрос Который мы только вдвоем должны решать С того самого дня, как ты меня бросил Больше всего беспокоился обо мне И дочери О мой отец И я не уверен, насколько все-таки будет хорошо Юмея знать правду об этом сейчас Я все понимаю Кажется, я слишком тороплю события Ну и Мой тесть еще не очень сильно Любит меня и одобряет меня Ну, я еще подумаю Что я еще могу сделать Максим Сен Ну, Полет сам, похоже, воспринимает все это довольно положительно Да, но это действительно серьезные проблемы Но тем не менее Он в неплохом положении в данный момент Я почему-то сейчас вспомнил те времена, когда он был Разочаровывающим гонщиком Хотя ладно Что-то я не туда думаю Я не могу Я не могу не беспокоиться об этой ситуации, если честно Так что буду наблюдать за ними стени О, Вансан Сприганы Мы только что закончили смотреть фильм И собирались на школьный фестиваль Не уверена, что Юме, наверное, сейчас очень весело И я С нетерпением Жду Встречи с ней Чтобы услышать, что она расскажет А, это вы, ребят? Вы тоже пришли? Хотя ладно, это Не важно Вы слышали наш разговор или как? Хотя, ладно, не важно Я не думаю, что мне стоит с вами консультироваться по этому поводу Полет, Юме Мой тесть Я должен Заслужить их доверие Ну, я буду болеть за тебя За кулисами Чемпион Ну что ж, прикольно Потихоньку тут продвигается все Ой Так Ну да, и тут тоже Те же фильмы, что мы и смотрели Ммм, Касаблан Каравена Короче, мы можем выбрать один фильм И взять персонажей Которых не брали никогда Знаете, что я предлагаю? Тот трэш про акулу Посмотреть с Шизуной Надеюсь, она-то будет в списке И Кто там еще можно Кого еще можно взять? А не, стоп С Шизуной мы смотрели уже Не-не-не С Шизуной мы смотрели Как раз таки вроде Так, тут у нас доступны Агнес Ферри Аарон Ресет Котор Это Шизуна Суин И Надя Надя Ладно, хорошая идея И Давайте Котор возьму Для разнообразия Для разнообразия Ладно Так, и мы пошли Ну, сам фильм мы уже смотрели Так что Просто скипнем И уже к финалу И будет мнение И раз-то ее нету Посмотрим, что они скажут Я это Просто хочу убедиться Эта огненная акула Появилась в очень Напряженный И важный момент И мне показалось Или эта акула Была Намного меньше Чем обычно Ты ожидаешь увидеть Значит, ты тоже Подметил этот момент Ну, я представлял себе Изначально Гигантскую акулу Которая может Проглотить Человека Целико А на самом деле Эта акула была Размером С Пак Паку Это местный Монстр такой Просто если смотреть На афишу фильма Акула там Выглядит Очень большой Именно такой Размер Нет Именно акула Такого размера Сможет Поглотить тебя Целиком Да, действительно Эта афиша Помогает Вселять Страх В зрителей Еще до Момента Просмотра Фильма Ну что ж Ты вижу Смог Раскусить В чем Обман В фильмах Категории Б бывает И это означает Что ты Наконец-то Стал Полноценным Человеком Который Разбирается В фильмах Что? В смысле? Короче, ребят Вот такие дела Понятно Если смотреть Такой фильм То можно Стимулировать Опыт Страха Когда ты Являешься Жертвой Или Добычей Поначалу Нам показали Жертв На которых Нападут Потом Постепенно Постепенно Атмосфера Нагнеталась И Создавалась Очень Безнадежная Ситуация Как я Ожидалась Ты Действительно Занималась Анализом Всего Этого Фильма Да? И Происходящего Ну Такие Вещи Конечно Натян Не Пугают Наоборот Это Было Довольно Интересно И весело По-своему Ребят Я тут Вспомнил Матвея Матвей Ты тут Который Тоже Веселился Когда Происходили Смерти В игре Ну На самом Деле Существует Два Типа Страха Хоррор То есть Ужас И Террор Ужас Это Страх Перед Нереальными И Неосознаваемыми Неизвестными Скорее Ситуациями А Ужас Ужас Это Страх Перед Нет А Ужас Это Страх Который Личность Испытывает Непосредственно В момент Опасности Понятно Значит В этот раз У нас был Как раз таки Террор А то что Про призраков И прочее Это Ужастик Ужас Хоррор Ну пока я буду В республике Я посмотрю Другие фильмы Я уверен Что таким образом Смогу узнать Больше о них Так После перерыва Мы вернулись С опарником Исследованию Ух Все Хватит Так Ладно Ребят Газету Почитаем Завтра Я устал Так что Я там сказал Два раза Ужас А Ну тогда Точно Пора Заканчивать Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...